Поиски провалившегося под землю автобуса готовятся возобновить в Майкаине. Напомню, трагедия произошла 4 января. Группа спасателей направлялась на вызов. Тела двоих человек нашли в течение суток, поиски еще двоих вели больше месяца. На днях работы приостановили, в связи с высокими рисками для жизни образовались пустоты, был сильный сход грунта. Сейчас на месте пытаются подготовить безопасный проезд на дно обвала. Тяжелая техника будет расширять боковые траншеи и ублять аппарель. За временем родные пропавших настаивают на привлечении зарубежных специалистов. Сколько дней мы умоляем, мы просим о том, чтобы ДЧС, руководство области предприятия вызвали специалистов международного уровня. Но нужно только обеспечить все меры безопасности для тех, кто занимается поиском моего супруга. Мы ждали человеческое утешение и слова, что они могут вести работу до конца, пока не найдут моего супруга. Ранее в Ассоциации аварийно-спасательных служб Республики Казахстан изучили международный опыт в подобных чрезвычайных ситуациях. Говорят, в ЮАР и России поиски прекращались спустя несколько недель. Ситуацию прокомментировал первый заместитель премьер-министра. Роман Скляр также считает, что пока нет необходимости в привлечении зарубежных специалистов. В этом не было никакой необходимости привлекать международных спасателей, потому что не было даже такого опыта. Министерство по чрезвычайным ситуациям полностью отработало и все свои силы приложило для того, чтобы своих же коллег-спасателей и организации, работники которой погибли, они приложили все усилия, сделали все возможное и невозможное и делают. Продолжение следует...